Приветствую на нашем втором уроке, где мы продолжаем разбирать отказоустойчивость сайт-to-сайт VPN на Checkpoint. В сегодняшнем уроке мы продолжим изучение domain-based VPN и наконец-то добавим в него отказоустойчивости. Напомню, что используя domain-based VPN, для каждого шлюза мы указали свой VPN-домен, после чего эта информация зашарилась между всеми участниками VPN-комьюнити. Благодаря этому шлюзы сами знают, куда нужно отправлять трафик, что избавляет нас от лишних работ. Предлагаю сразу перейти к разбору обновленной схемы. По сравнению с предыдущим уроком появляется лишь одно изменение. В филиале у нас появляется второй провайдер, соответственно появляется необходимость в настройке второго внешнего интерфейса на филиальном шлюзе. Давайте сразу к этому и приступим. Для этого переходим на портал нашего филиального шлюза, в вкладочку интернет и выбираем добавить еще одно интернет-подключение. Здесь я выберу интерфейс One и настрою статический адрес в соответствии с нашей схемой. Как видим, по умолчанию интернет-подключение через двух провайдеров настраивается в High-lability режиме. Нас это в принципе устраивает. После этого переходим в смарт-консоль. Здесь нам необходимо подтянуть наш новый интерфейс и произвести дополнительные настройки. Для этого давайте перейдем в наш филиальный шлюз. Переходим в топологию и выбираем Get Interfaces. И в списке видим наш второй external интерфейс. Нажимаем Accept. Давайте изменим настройки нашего нового интерфейса. Нажимаем Edit. NetworkType выставим в External. И SecurityZone также поменяем на External. В принципе, на этом можем закончить. Проверим еще раз всю информацию. Жмем ОК. И давайте запаблишим наши изменения. Следующая настройка, которую нам нужно изменить, это Link Selection. Переходим в объект нашего филиального шлюза. Далее IPsecVPN и Link Selection. Link Selection разбит на два раздела. Первый это IP Selection by Remote Peer и Outgoing Growth Selection. Первый раздел отвечает за то, как удаленный шлюз будет определять наш локальный шлюз, то есть наш филиальный шлюз. В прошлый раз мы напрямую указали адрес 10.10.50.67. Сейчас же у филиального шлюза два интернет-подключения, и нам нужно организовать отказоустойчивость. Поэтому в данном случае нам подойдет пункт «Использовать пробинг». Пробинг банально позволяет нам мониторить состояние линков и, исходя из состояния линка, принимать решение о перестроении VPN-туннеля через второй канал. Отмечу, что пробинг – это проприетарная технология, и он будет работать только если VPN-туннель у вас построен между оборудованием Checkpoint. Два интернет-подключения мы настроили на филиальном шлюзе в High Ability режиме, поэтому здесь тоже выбираем High Ability. Перейдем в настройки. Здесь я уже заранее производил кое-какие настройки. Давайте просто пробежимся тогда по ним. Здесь я перечислил адреса, которые нам нужно использовать для пробинга. Это 5067 и 6067, исходя из нашей схемы. Адрес 5067 я указал как Primary. Именно Primary адрес будет всегда использоваться для построения VPN-туннеля. Если вдруг этот адрес перестанет отвечать на пробинг, то VPN-туннель перестроится на второй адрес из списка, это 6067. Как только Primary адрес опять начнет отвечать на пробинг, то есть вернется в работу, то VPN-туннель переключится у нас обратно. Ну, все это мы с вами увидим в наших тестах, которые будут далее. Я же предлагаю перейти к второму разделу, Outgoing Road Selection. Здесь у нас по дефолту стоит пункт Operating System, Routing Table. То есть исходящий интерфейс при построении VPN-туннеля определяется, исходя из самого приоритетного маршрута, из таблицы маршрутизации. Но мы с вами можем выбрать Road-Based Probing. Опять же отметим, что это проприетарная технология. То есть здесь сначала также будет выбран интерфейс, исходя из самого приоритетного маршрута. Но также после этого еще и будет произведен пробинг, чтобы проверить, что выбранный линк действительно работоспособен. И только в случае работоспособности данного линка этот интерфейс действительно будет выбран. В противном случае будет выбран интерфейс, исходя из другого, самого приоритетного маршрута. Подробнее со всеми этими настройками вы можете познакомиться в админ-гайде или же кликнув на значок вопроса. На этом у нас с настройками линк-селекшена в филиальном шлюзе все. Мы жмем ОК. И после этого ставим политику. Самое главное поставить политику на каждый шлюз, который участвует в VPN-комменте. То есть мы должны поставить политику не только на филиальный шлюз, но и на центральный тоже, чтобы он узнал о всех этих изменениях, которые мы внесли в пункт в линк-селекшен. Далее я предлагаю протестировать внесенные нами изменения, посмотреть, как работает отказоустойчивость. Для этого переходим на компьютер пользователя, который находится в центральном офисе. Давайте пустим для начала трассерт до компьютера из филиального офиса. Это 192.168.1.10. И да, мы ходим через primary адрес филиального шлюза. Также давайте для наглядности настроим RDP подключение до этого компьютера. Здесь же опять для наглядности у меня открыто live-видео. Ну, давайте еще с компьютера из центрального офиса также пустим бесконечные пинги. С предварительными настройками у нас все готово. Можем пробовать отключать наш интерфейс на филиальном шлюзе. Для этого переходим на портал и жмем Disable. Соглашаемся с предупреждением и возвращаемся в компьютер в центральном офисе. Посмотрим, как это отразится на VPN-туннеле. Видим потерю пакетов. У нас пропадает RDP. Вот опять пакеты начинают идти и RDP-сессия восстанавливается. Давайте еще раз проверим Tracer. И да, видим наш бэкап адрес 10.10.60.67. Далее я предлагаю восстановить наш Primary интерфейс в работе. Для этого я уже подключился к порталу управления нашего филиального шлюза по второму интерфейсу через адрес 60.67. И давайте нажмем Enable. Давайте вернемся на компьютер пользователей центрального офиса и еще раз посмотрим трассировку до компьютера из филиала. И, как видим, у нас теперь трафик идет через Primary интерфейс. То есть после того, как мы его восстановили, туннель у нас опять пошел через него. Последний сценарий, который нам остается рассмотреть, это два провайдера в центральном офисе. Здесь, в принципе, ничего сложного нет. У нас также появляется второй экстернл интерфейс на шлюзе в центральном офисе. Ну и все, что нам нужно, настроить его в соответствии со схемой. Предлагаю к этому и приступить. Для этого мы переходим на гайпортал нашего шлюза из центрального офиса. Далее пункт Network Interfaces и настраиваем нужный нам интерфейс. Здесь я уже повесил на него адрес. Вам нужно будет указать вручную. После этого нажмем Enable и ОК. Далее переходим в Smart Console и подтягиваем эти изменения здесь. Переходим в объект нашего центрального шлюза. Также Network Management. И давайте подтянем интерфейсы. Видим наш новый интерфейс. Принимаем. И давайте внесем в настройки. Укажем, что это интерфейс External. Ну и давайте включим Antispoofing, но в Detect. И запаблишим наши изменения. Следующий пункт, который нам нужно настроить, это отказоустойчивое подключение к интернету. Для этого возвращаемся в объект центрального шлюза. Раскрываем Other и переходим в AISP переданности. Здесь я уже вносил в настройки, но мы сделаем это с вами заново. Для начала активируем поддержку AISP переданности. Режим выберем также High Ability, то есть Primary Backup. А уже готовые настройки я удалю. И давайте сделаем это заново. Мы добавляем необходимый нам интерфейс. Ну, для начала укажем имя и выбираем интерфейс. В роли Primary я буду использовать интерфейс с адресом 3220. И также еще необходимо указать Next Hop. Окей. И все то же самое для второго интерфейса, который будет выступать в роли Backup. Здесь с настройками мы закончили. Я бы обратил внимание вот на этот пункт. По дефолту он выключен. Но нам нужно включить эту настройку. Что она делает? Она банально перезаписывает настройки Link Selection. То есть, если мы с вами теперь перейдем в Link Selection, можем обратить внимание на заметку. И как можно из нее понять, все настройки Link Selection уже сделаны за нас, исходя из настройка AISP переданности. Что вполне удобно. И нас для рассмотрения в случае отказоустойчивости это также устраивает. Поэтому мы просто жмем ОК. Окей. И после этого поставим политику, опять же, на каждый шлюз, который присутствует в VPN-кабинете. Далее нам остается протестировать опять отказоустойчивостью с сайт-то сайт VPN-а. На этот раз мы будем отключать Link в центральном шлюзе. Давайте еще раз убедимся, что у нас есть связанность с компьютером из филиала. Давайте даже откроем функция на окно RDP и посмотрим на вывод трассерта с компьютера из филиала. Продолжение следует... Как видим, да, мы идем через Primary Interface 10.10.30.220. Берем пока в сторону. Отключать интерфейс я буду посредством нашего гипервизора. Вы это заметите по потере пакетов. Сейчас Primary Interface отключен и давайте понаблюдаем за поведением. Как видим, соединение восстановилось и я предлагаю еще раз посмотреть вывод трассерта. И да, теперь мы идем через уже бэкап интерфейс 34.220. Ну и в заключении урока хотел бы затронуть еще пару интересных моментов. Для этого давайте перейдем к нашему комьюнити. И я бы хотел показать, что для нашего комьюнити я активировал функцию перманентного туннеля, которая позволяет держать туннели все время поднятым, вне зависимости от того, есть ли какой-то трафик в этом туннеле или нет. Это достигается путем периодической отправки пакетов в Tunnel Test. Тест – это технология проприетарная и может использоваться при построении туннеля только между устройствами Checkpoint. Также хотел отметить, что в первом уроке мы с вами активировали функцию Acceptable Encrypted Traffic, которая позволила нам избежать написания правил в нашей политике. Но, наверное, это не очень секьюрно. Давайте мы реализуем более секьюрный вариант. Для этого переходим в нашу политику для каждого из шлюзов. В политике для каждого шлюза сейчас активны лишь правила Accept and Any. Я предлагаю перевести его в Drop и активировать заранее подготовленные правила. Я предлагаю рассмотреть написание правил для трафика между нашими сайтами. Для примера давайте разрешим пользователям из центрального офиса и филиала общаться между собой только по RDP. Для этого повыше правила интернет я создам новое правило как раз для сайт-то-сайт трафика. В роли сорсов у нас будут выступать сетки, интернал-сетки как центрального офиса, так и филиала. Можете обратиться к схеме. Это сети 192, 168, 1, 0 и 222, 0. Перетащим их и в Destination. Чтобы указать конкретное VPN-комьюнити, в столбце VPN кликаем правой кнопкой мыши и выбираем специфик VPN-комьюнити. Нам нужно выбрать в нашем случае MyInternet. Ну а в сервисах укажем Remote Desktop Protocol. Укажем AdSept и давайте будем логировать наш трафик. Те же самые действия нам необходимо выполнить в политике для филиального шлюза. После этого ставим политику на каждый шлюз. Но перед этим давайте убедимся, что сейчас у нас пинги из центрального офиса до пользователя филиали работают. А вот после применения политики они уже работать не должны. Политика у нас установилась и давайте проверим ее. Пинги у нас действительно больше не ходят. Давайте проверим RDP. А вот RDP у нас работает и вполне успешно. Давайте смотрим даже в логах. Перейдем в нужное нам правило. На вкладку Logs. И да, видим наш недавний RDP трафик. На этом наш второй урок заканчивается. Мы рассмотрели тему Domain-based VPN. В следующем уроке мы перейдем к Road-based VPN. Продолжение следует... Редактор субтитров Т.Горелова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok